В эти минуты в Алматы проходит самое грандиозное спортивное событие для любителей футзала. Финал Лиги чемпионов УЕФА. За звание победителя будут бороться четыре команды. Казахстанский Кайрат, Испанский Интер и Барселона, а также португальский Спортинг. Лига чемпионов УЕФА проходит в формате двух полуфиналов. В итоге определятся две команды, которые разыграют между собой кубок. С нами на прямой связи сейчас наш корреспондент Анастасия Валикжанина, которая наблюдает за первым матчем, где встречаются Спортинг и Интер. Анастасия, добрый вечер. Расскажите, как проходит эта встреча. Добрый вечер, коллеги. В первую очередь надо отметить, что в Казахстан приехали лучшие команды по футзалу. В первом матче встретились Испанский Интер и Португальский Спортинг. Это две очень знакомые друг к другу команды, которые очень часто играют вместе. И в упорной борьбе победу одержал Спортинг за счетом 5-3. Ну а совсем скоро, в 21-30, начнется встреча между Алматинским Кайратом и Барселоной. Это тоже друг к другу знакомые команды. В финале четырех в Белиссе Алматинский Кайрат одолел испанцев в полуфинале. Ну, сегодня команда играет в обновленном составе. Ну а что касается сегодняшнего стартового матча, мы сейчас поговорим о нем с легендой футбола Аркадием Белым. Аркадий Львович, добрый вечер. Поздравляю вас и нас всех с этим огромным праздником спорта. Ну и скажите, ваше впечатление о матче и вы за кого болели? Ну, я болел прежде всего за футбол. Казалось, что все-таки Интер в этом встрече был фаворитом. Но по факту, как состоялась игра, видно, что Спортинг к этой игре был готов лучше. Поэтому выиграли по делу. Ну, восемь мячей забиты. Я думаю, что зрители не пожалели о том, что посмотрели этот матч. Он до конца держал в напряжении. И 5-3 такая, ну, боевая победа Спортинга. Так что, мне кажется, футбол пока достойный финала четырех. Вот совсем скоро будет встреча Алматинского Кайрата с Барселоной. Все с нетерпением ждут. Ну, вот ваши прогнозы на эту встречу. Каковы наши шансы? Я думаю, что шансы хороши. Я думаю, как минимум 50 на 50. Да, Барселона сейчас лидер в Испании. В очень хорошей форме находится команда. Но Кайрат играет дома. Кайрат уже не раз брал титул. И, естественно, поддержка трибун. 12 тысяч зрителей. Я думаю, сегодня будет полный стадион. И это, конечно, Кайрату очень поможет. И команда в состоянии обыграть Барселону. Я думаю, что небольшой фаворит в этой игре все-таки Кайрат. Так силы равны, но с учетом болельщиков, я думаю, Кайрат имеет все шансы пройти в финал. Да, мы видим болельщики. Это просто сила на трибунах сегодня. Спасибо вам большое. Ну, а я напомню, что прямую трансляцию матча Алматинского Кайрата с Барселоной вы можете посмотреть на телеканале Хабару в 21.30. На этом у меня все. У меня к вам есть небольшой вопрос. Лично вы за кого болеете? Ну, за Кайрат, конечно же. Разумеющийся ответ. И спасибо. Из Алматы на прямой связи с нами была наш корреспондент Анастасия Валикжанина. Анастасия Валикжанина.